Привет, ребята! Новый день, новый блог. И я начинаю вот так вот красиво, потому что только что мы фотографировали живот. И в свой телеграмм обязательно перейдите, подпишитесь. Я уже выставила картинки с изменениями рост живота. Вот, в этом платье с самого начала начали все это дело фотографировать, снимать. Сегодня у нас, знаете что, 30 недель и один день. Вот, вчера было ровно 30 недель полных. Сегодня понедельник. Сегодня 1 мая. Вот, так что отфоткали. Это мое самое нелюбимое занятие вот так вот фотографировать рост живота в этом платье. Потому что оно тугое, но оно тугое только когда надеваешь его. То есть, вот это все, в нем жарко, все потеет. Короче, не буду подробностей рассказывать, но оно очень хорошо, мне кажется, передает формы. Вот, у меня уже здесь прогибы даже нет. Уже все боками поросло. Сегодня кушали, сидели, ужинали. У нас уже вечер. Я Славе показывала, как вот сюда ребенок прям дышит, дышит. То есть, в бочину прям. Я говорю, я не могу понять. Я в шоке. Ребенок просто полностью заполонил все, ну не тело, но живот весь. Ну, конечно, да. Кто-то скажет, наверное, здоровый, огромный. Ну, в принципе, мне рожать через 2,5 месяца где-то. Хотя я могла бы вообще ровно через 2 рождения, прикиньте. В 38 недель уже же рожают. Вот. Но у меня ПДР на 40-ую неделю, 9-ое число стоит, поэтому получается 2,5 месяца. Так что, нет, ну я думаю, что, конечно, он еще вырастет, но мне кажется, не будет он прям огроменным. Думаю, сырее. Вот как мне сказали у врача, что будет средний живот. Не огромный, не маленький, средний. Вот такой я его и представляю. Вот, я сейчас переоденусь, вот что-то более удобное и комфортное. И с вами поболтаю, расскажу вам, что я тут делаю, покажу. Можно запечатлеть, как Пупсик с вами общается. Ну, давай, говори. На тебя тысячи человек смотрят. Пупсена. Такая большая деточка. Мы со Славой все ближе и ближе к тому, чтобы придумать имя, чтобы определиться. Но мы 100% решили, что точно прям будем уже к ребенку обращаться по имени. Только когда уже родится малышка. И мы будем уверены в том, что это точно вот это ее имя. Да-да, ребята, вы все правильно поняли. Я хвастаюсь своими обновками, все потому, что в мае у меня случился незапланированный приступ шапоголизма. Чего я себе только не взяла. И новых наушников, кучу косметики, украшений. Даже взяла себе новый телефон, потому что на моем старом сильно поцарапалась камера. Ну а что, могу себе позволить? Я считаю, что если внутреннему ребенку чего-то хочется, то отказывать нельзя. А если внутренний взрослый намекает, что разово потратить огромную сумму сейчас не совсем разумно, то его можно легко успокоить. И все благодаря одной классной фиче от Яндекс.Маркета, которой мы все в семье пользуемся. Это сплит-сервис на Яндекс.Маркете, который делит платежи на 4 части. Моя личная палочка-выручалочка как раз для таких случаев, когда просыпается шапоголик. Никакие документы не нужны, комиссии нет, пара кликов и вы уже сплитанули. Остается только дождаться посылочку. В общем, кайф, попробуйте сами. Сплетуйте в удовольствие и балуйте своего внутреннего ребенка. Он заслужил. Ссылка в описании. Я придумала какой-то очень классный наряд. Шутка. Это вообще вот такой вот топ, сверху которого такая вот, типа как ночнушечка. Ну, я не хочу вам тыкать своим животом в камеру, хотя я это делаю обычно. Но я это делаю потому, что хочу потом сама пересматривать. Какой чудный дым у меня живот. В общем, я чуть-чуть переоделась. Сделала себе даже такой бантик, чтобы вас развлекать. Меня просили рассказать про второй триместр. Я сейчас буду разбираться. Сначала я, наверное, вам покажу вещи, которые я в сторис показывала. Но это будет, конечно, быстрее, чем в сторис. Хотя, не знаю, может и нет. В общем, меня просили рассказать про второй триместр. Какие-то штучки интересные. Потому что про первый я рассказывала. А про второй ничего не говорю. И как раз таки, что интересного со мной произошло во втором триместре. Кто не в курсе, сейчас у меня уже заканчивается седьмой месяц. Через неделю начнется восьмой. То есть третий триместр у меня уже месяц как идет, можно сказать. И что было классного, необычного, того, чего я вообще не ожидала во втором триместре. Это то, что мои молочные железы начали работать. И у меня теперь выделяется молозива из грудей. То есть моя грудь готова, можно сказать, готова кормить ребенка. И с одной стороны это очень здорово. Ну, то есть это вообще супер. Я думала, что такое будет после родов. Либо, может, за неделю будет до родов. Ну, короче, я если и ждала чего-то подобного, то никак не на 20 какой-то неделе. То есть у меня это начало происходить где-то на 24-й, 3-й. Ну, короче, довольно-таки неожиданно произошло. Поэтому я всегда теперь хожу вот в таких вот топах. Иногда где-то вы можете заметить, если вы туда смотрите, а вы сто пудово туда смотрите, наверное. В общем, у меня есть даже специальные прокладки для груди. Ну, понятно, там молоко, не молоко, вот это все. Но они пока мне... Я ими пользовалась, но они пока окажутся, типа, ну, слишком рано для таких уж прокладок. Поэтому я пользуюсь просто ватными дисками. Кладу их на те самые места и просто меняю. Вот. Понятное дело, что это не так. Знаете, что прям льется-льется, конечно, нет. Я хочу кормить грудью. И чем дольше я смогу кормить грудью, тем лучше. Я хочу кормить грудью как минимум полгода. Вот. Дай бог, что у меня это получится, что все будет хорошо. Вот. Но просто я думала, что я еще смогу походить, знаете, в каких-то топиках без бюстгальтера и без еще чего-то. Но нет. Теперь мне нужно каждый раз, когда я надеваю какую-то вещь, особенно белую, без лифчика, например, без вот такого топа, без подкладки в виде, блин, кружочков этих ватных дисков, которые, конечно же, просвечиваются, проглядываются через одежду. Потому что каждый раз, когда я нахожусь, можно сказать, без защиты, я, блин, ну, господи, хоть бы не сейчас. Потому что это, конечно, безумно тупо будет, если вдруг у меня потечет какое-то молозиво, не знаю, испачкать одежду, это еще как-то спанится, еще что-то. Поэтому я иногда немножко страдаю на съемках, потому что я не знаю, как быть, эта ситуация немножко, как сказать, как будто, ну, как сказать, типа, это интимно, и то, что я об этом рассказываю, это странно, и мне кажется, это интимная тема. Но, с другой стороны, ну, как бы, что поделать? Кто-то из девчонок, кто меня смотрит, ну, с этим сталкивался, конечно же, я уверена, что, блин, все, кто беременный, кто рожал, у кого есть дети, поэтому, ну, как бы, это нормально. Просто для меня это, конечно, в новинку, и неожиданно, что это произошло именно вот сейчас, ну, то есть, даже раньше. Я ждала такое, ну, там, не знаю, после родов, скорее, чем даже до родов за недельку. Даже не представляю, насколько тупо я нарядилась, типа, такой топ на такой лифт, но я просто хотела, чтобы живот обтягивало, чтобы можно было вам показать вот так. Кстати, вот эти штаны гигантские, над которыми мы смеялись, да? Да, точнее, я сказала, что они гигантские, они мне сейчас так хорошо, я так и знала. Я их обожаю, просто обожаю, у них, конечно, как этот Карлсон какой-то, но я их просто обожаю, хожу вот так вот. Просто люблю на пузико смотреть, люблю смотреть, как малышка там что-то делает. И, конечно, я это могу и в одежде увидеть, но больше всего мне интересно смотреть. Знаете, я все думаю, интересно, а будет такое, что я прямо увижу ногу? Короче, я думаю, что вряд ли, конечно. Но такое же бывает, правильно? Короче, покажи, как шевелишься. Попсик. Покажи что-нибудь мощное, как мы репетировали. Вот так вот я хожу, кстати. Так я и вижу свои ноги, только когда иду. Все, стадия, когда я не вижу свои ноги, когда стою, она пришла. Итак, сейчас я вам покажу вещички, которые пришли нам в подарок дочурки нашей от бренда 12 месяцев. 12 маунтс. Вот, и я вам буду показывать и все это складывать, потому что... Почему? Потому что нужно все это убрать. Пока что мне вещички приходится хранить в контейнере для удобства, пока не пришел шкаф детский, этот комод. И, собственно говоря, приходится, да, что... Сейчас я вам покажу, как разложу вещи в шкаф, которые у нас в коридоре. Представьте, как я там сейчас храню какие-то вещи. Вот, и потом, понятное дело, мне нужно будет все это перестирать детское, там, отгладить, отпарить, еще что-то. Хотя, я такая говорила, вот, конечно, я буду гладить, парить, и я думаю, что буду. Но, наверное, не все вещи, потому что, во-первых, есть такая тема, что это в какой-то степени не полезно. То есть не нужно создавать суперстерильную атмосферу для ребенка. Вот, но мне кажется, с этой задачей мы справимся. У нас есть собака, еще тетя, поэтому думаю, все будет норм. В общем, вот такие вот леггинсы классные. К ним шапка. То есть можно такие лосины, например, какой-то свитерок. Есть классный свитерок. Вот такой, допустим. И шапкой будет вот такой вот пупсеныш. Классный. Шапочка. Вот такой свитерочек. Обалденный вообще просто. На самом деле, девки, я в шоке. Я когда забеременела, и вообще, когда от нас начали уходить разные бренды, магазины, я думала, ну все, капец. Будем одеваться в детском мире. Мы как-то со Славой даже заходили в детский мир. Но, может быть, мы зашли не в тот детский, ну как сказать, зашли в детский мир, где не такой уж большой ассортимент. Но все, что я там увидела, это довольно-таки не симпатичные вещи. Да, они нормальные, конечно, наверняка мы тоже там что-нибудь будем покупать, еще что-то. Но, ну как бы совсем не сравнится с такими вещичками. Они просто выглядят красиво, прикольно. Помимо всего прочего, конечно, они качественнее, я думаю, чем в детском мире. Но я не хочу наговаривать. То есть, мне нужно нормально походить по детскому миру, повыбирать вещи, посмотреть что-то из базы. Я думаю, точно мы там будем брать. Почему нет? Вот, я думаю, что есть просто большой магазин детский мир, и там большой выбор, много разных вещей. Я заберу свои слова обратно, наверняка. Напишите в комментариях. Но все равно это, знаете, как вот, я знаю, что мамочки многие переживали и расстроились от того, что от нас там, типа, Зара и Чендем ушли, потому что там для детишек были какие-то вещи. Я об этом даже не знала, что там что-то было классное для детей. Ну, короче, вот такой вот классный комбез. Пуп Сионе нашей. Такие красивые вещи. Мне даже грустно, что она так быстро из них вырастет потом. Вот такие классные шортики. Я не знаю, на какой это возраст, но, блин, на немаленький, стопудово он больше полгода, от полгода, я думаю. Хотя фиг знает, я вообще не понимаю. Опять же таки, это все настолько, как сказать, непонятно. Ну, в том плане, что пупсик может быть пухленьким, спокойно. Вот такие вот еще лосинки классные. Тянется все очень хорошо. Ну, как сказать, хорошо-то тянется, да, но не так, что, знаете, прям до посинения носить. Ну, очень классный. Вот такой комплект тоже лосины с шапочкой. Вот, вещички такие, достаточно прям унисекс. А что я заговорила про детский мир, что я в шоке. Я думала, что, ну все, пиши пропало. Что же мы будем носить, когда у нас появится пупсик? Где же мы возьмем вот эти все красивые, стильные вещи, о которых там мамочки мечтают, еще что-то? Оказалось, что вообще дофига классных магазинов. Посмотрите, какое чудо. Просто вообще обалденно. Такая мягенькая, такая штучка классная. Я вообще в шоке, девчонки. Я хочу сказать то, что очень много классных магазинов у нас в России, наших русских брендов, дизайнеров и детских, и вообще, что хочешь. Так что смело можно идти рожать и не переживать, что пупсену вы не сможете классно наряжать. Мне еще нужно научиться все эти вещички правильно выговаривать. Ну, узнать правильно, как что называется. Потому что мне всегда кажется... Не, ну в принципе, я думаю, наверное, я правильно говорю. Тут колготы. Ну, это я знаю. Блин, колготы вообще. Такое детство. Я тоже носила колготки. Да все носили колготки, я думаю уж. И они такие классненькие еще. Какой-то тут такой... Ну, не с рисуночком, ну как, с рисуночком, типа вышивкой такой. Такое миленькое. И как вот то, что я вам показываю, многие вещи можно носить, ну, и на мальчика унисекс. Понятно, не вот такое, да, это уже точно девчачья. Такое вот классное платьице. Какая чудность. Я вчера ночью лежала такая вся, переживала, думаю, господи, у нас же, наверное, дофига всего вообще нет для ребенка. Я и говорю не про вот эти все красивые шмотки, а про то, что, ну, реально, типа, необходимость. Аптечки у меня нет для ребенка. Ну, у меня дофига чего на самом деле нет для ребенка еще. Каких-то там, не знаю, гигиены, ванночки у нас нет. Стирального порошка. Ну, короче, очень много всего того, чего еще нет. Я думаю, что я это потом возьму и в один день куплю, где-то закажу. Вот. Я просто, блин, злюсь, потому что я жду, когда нам приедет мебель для ребенка, чтобы я уже могла перейти к следующему этапу. Потому что у меня так всегда. Сейчас я, по сути, просто принимаю классные подарки от разных брендов. И чему безумно рада. И, конечно, эти вещи, это просто восхитительно. Это то, что мы будем носить. И мне также важно сейчас, ну, если кто-то хочет какие-то подарки сделать, их получить сейчас, чтобы я понимала, чего у нас, например, нет. Что я должна купить, там, докупить. Вот такой вот классный костюмчик. Такие вот шортики. По-моему, они называются Блумеры. Я не забыла, потому что мне сначала показалось Блумеры. Думаю, ни хера себе Блумеры. Вот такая вот рубашечка миленькая. И шортики к этой рубашечке. Ну, такой вот комплектик для Пупсика. Вот такое вот чудесное платьице. Посмотрите. Ну, прям совсем. Я обожаю все эти платьица. Мне даже не верится, что все это для нашей дочурки. Мне даже не верится, что это ее вещи. Это ее первые вещички будут. Ну, может, не совсем уж первые. Конечно, это платьице точно не будет первым, потому что оно довольно-таки немаленькое. Это 68 размер. Но я имею в виду, что просто одежда для малышки. Это так мило. Вот такое вот красивое боди. Тоже боди комбинезон. Боди. Такое вот спереди. Как бы вам показать. Видите, вот с такими крылышками на плечах. Вот так вот. Это у нас еще куча нет разных всяких пеленок, полотенчиков. Это нам еще тоже должен один бренд точно прислать. Прям такой большой комплект. В подарок ждем. Что у них там какие-то новиночки выходят. Они сейчас хотят попозже что-то мне прислать на выбор. Вот. А, так не показала. Вот такое вот тоже. Типа боди. Прикольная штучка. Интересненькая. Красивенькая очень. Все складываю, понятно, просто в контейнер, чтобы красиво лежало. Сейчас я его закрою тоже сверху. Вот такой вот бантик на голову. Розовенький. Мне это так все нравится. Я сейчас стараюсь немножко подуспокоиться. Ну, в смысле темп, ритм какой-то, я не знаю, принять более спокойный. Потому что я понимаю, что не надо так быстро мне бежать по жизни то, что я сейчас делаю. Потому что я стараюсь объять необъятное, успеть все. И я даже думаю, что мы не успеем сделать ремонт на даче. Но как минимум сделать фильтр там на воду, установить. Это мы точно должны сделать. Вот. Вот такие вот носочки. Гольфики. Чудесненькие. Так хочется уже, знаете, навести порядок в этих вещах. Вот такая вот классная штучка-дрючка. Как она называется? Как это называется? Очень классная шапочка. Я когда на чужих детей смотрю, девочек особенно, вот так вот с этими штучками, думаю, блин, это, наверное, так все прикольно, так мило. Наряжать свою пупсика. Ну, прям реально куколки такие маленькие. Да вообще все детишки это такие куколки классные маленькие. Все разложила красивенько. Видите? Так что теперь все эти вещи будут ждать. Сейчас я их закрою. Будут ждать, когда приедет комод детский и шкаф. Потому что, понятно, нет смысла в комод вот эти вещи класть, потому что они на вырос в большинстве своем. Сейчас я с вами чуть-чуть поболтаю. Буду манцелировать ноги. Рассказываю вам новости. Я сегодня купила курс. Понятно, что советы мамы, они мне пригодятся. Но в любом случае, как бы в моих планах было купить какой-то курс. Так что я купила сегодня два курса аж. И я думаю, что я об этом не пожалею. Один курс от нуля до трех месяцев. Потому как ухаживать за малышом. Какие могут быть штучки, дрючки. Ну, короче, я пока волосы себе сегодня укладывала, красилась, я послушала. Конечно, не все, но послушала. Один курс я купила за 6 900, другой за 5 000. И вот другой от трех до 12. Я думаю, что в любом случае это полезно. Я не думаю, что это, знаете, какая-то лишняя инфа, которой забиваешь свою голову. То, что я послушала, мне понравилось. Очень доходчиво, понятно. Информация легко усваивается. Услышала много каких-то таких полезных вещей, о которых не знала. И я понимаю, что если бы мы с ними столкнулись. Там, грубо говоря, рассказывали о том, что у младенцев могут быть прыщички там на лице. Какие-то белые точечки на носу. Ну, короче, я понимаю, что если бы мы с этим столкнулись. Я бы, понятное дело, первым делом испугалась бы. Подумала, ой, господи, а что же это такое? А что же с нашим пуптиком? А что же с этим сделать? Вот. И я думаю, что это полезно. Знать, что, ну, например, вот такие вот штучки, типа, как прыщички какие-то. Ну, я еще там буду читать, там еще конспекты сохранять. Я только начала, это я так коротко рассказываю. И я думаю, что в любом случае это полезно знать. И даже если, дай бог, вообще никаких вот этих прыщиков, тогда ничего не возникнет. Они, типа, могут появиться. Потому что кожа еще не привыкла, понятно. Начинают сальные железы вот эти все работать и вырабатывать вот это все. И поэтому могут быть какие-то прыщики. Их ничем не надо обрабатывать. Просто нужно, типа, водой. Что-то такое. Ну, просто, короче, ничего не надо с этим делать. Ни в коем случае давить и так далее. Ну, в общем, я бы и не стала давить грудного ребёнка по прыщикам. Типа, знаете, тоналкой замазывать. И я понимаю, что просто, как сказать, предупреждён, значит, вооружён. Так что я не жалею, уже не жалею потраченных денег на курс, на информацию, которую мне, может быть, никто бы вот так вот не стал рассказывать. То есть, знаете, есть такие вещи, которые, да, вот что-то произойдёт, и мы тогда уже спросим, а что это? А почему вот это? И, может быть, это и правильно, с одной стороны, не забивать голову, типа, тем, что тебя, по сути, и не коснулось. Но, с другой стороны, если вдруг что-то происходит, первое, что ты делаешь, это не пугаешься и не бежишь звонить там маме, не знаю, подруге, ещё кому-то врачу. А ты такой, а, ну я знаю, что это. Хотя, понятное дело, что я, зная себя, всё равно, если что-то такое вижу, я всё равно переспрошу, перепроверю информацию, то ли это, что я подумала. Потому что здоровье ребёнка, понятное дело, оно очень будет меня волновать, конечно же, как любого родителя. Я просто говорю к тому, что, по крайней мере, первая моя реакция, она будет не какой-то сумасшедший испуг, а какой-то так. Так, мне кажется, это вот это, но я сейчас проверю. Вот, я думаю, что в любом случае это даже для спокойствия очень важно. И если вы беспокойная мамаша, я сто процентов такая, я, в принципе, беспокойная, мне нужно всё знать наперёд. Да? Девятый жопу, будем укол делать. Да? Маме уже делали. Да? Моя лапка хорошая. Покажи, какие у тебя лапки смешные. Так что я, как беспокойная мамаша, должна знать такие вещи заранее. Даже если нас, пусть и не коснутся, дай бог, ну просто я должна всё знать. И я так буду реально спокойнее спать. Вот. Вообще то, что касается здоровья ребёнка, мне кажется, очень важно знать. Вот такие вещи, типа, наперёд. И тут нельзя согласиться с тем, что лучше не забивать свою голову всякой ерундой, которая даже к тебе, может, и не отнесётся, и к твоему ребёнку. Я думаю, что это как раз та история, что лучше знать и забить свою голову даже, возможно, тем, что тебя не коснётся, чем не знать. Это то же самое, что лучше знать про, господи, отрицательную кровь, то, что мы в предыдущих влогах обсуждали, то, что у меня, например, отрицательная кровь, и может возникнуть резус-конфликт. И что для ребёнка, если я не проконтролирую этот момент, не сделаю себе вовремя укол, ещё что-то, это будет, ну, как бы очень-очень плохо. Поэтому такие вещи очень важно знать. Также, чем эти курсы полезны для меня? Тем, что они дают мне какое-то, знаете... Короче, у меня нету цели быть идеальной мамой. Я не смогу быть идеальной мамой и, например, совмещать всё одновременно. Я не смогу быть идеальной мамой, идеальной хозяйкой, идеальной женой, идеальной дочкой. Не могу, ну, такое невозможно. Никому это не дано. И тем более я не смогу в один момент быть и супер мамой, и супер хозяйкой по дому. И всё в этом духе. И я понимаю, что мне нужно это принять. Чем раньше я это приму, тем будет лучше для меня. Дело не в том, что мне хочется для кого-то показаться. Посмотрите, какая я. Я и ребёнку успеваю жопку подмыть, и на кухне у меня вкусно приготовлено, и кровать у меня чистая, застеленная, поглаженная. Нет. Это просто мои внутренние желания, мои хотелки. И я понимаю, что мне жить в чистоте, в порядке, психически приятнее. Да как и любому, я думаю, нормальному. Как и любому человеку, как большинству. В чистоте приятнее находиться. Просто для меня находиться в грязи, это более сложная обстановка, чем для кого-либо другого, например. Потому что вот взять моего мужа, он спокойно может весь день находиться в доме, где не заправлена кровать. Ну, допустим, он вообще может на неё не смотреть, и ему пофиг. А я периодически буду заходить в эту комнату, видеть не заправленную кровать. И для меня это будет такое, как так важно, да? И Виви, да и Виви вообще всё равно. Вот кому вообще на всё всё равно, это Виви. Хотя, мне кажется, тоже нет, да, Вив? Скажи, всё равно тебе не всё равно? Пенёнка моя. Видите, как хорошо подстригли эту маленькую крыкоебру? Ой, ну, хорошую пёсчку. Вот бы тебе тоже так ножки кто-нибудь массировал, как маленькая плюшечка моя. Ну, короче, я думаю, что в любом случае, когда я рожу, мне нужен будет клининг какой-то периодически, помощь от родных. И я очень хочу первые три месяца ребёнка точно быть именно вот... Ну, как, я согласна на самом деле с этим мнением, что первые три месяца жизни ребёнка – это четвёртый триместр. Ну, то есть, донашивание. И я с этим полностью согласна, и не только из, там, курсов, не знаю, рассказов подружек, ещё что-то. В принципе, просто мне тоже кажется, что это очень правильно, да? Потому что малыш ещё совсем малыш. Он ещё ничего не понимает. Он даже плохо видит. Поэтому мама ему так нужна. Я не знаю, как будет. Я в любом случае, понятное дело, не планирую взваливать на свои плечи всё-всё-всё. Как обычно мне хочется сделать, в силу моего характера. Но я не хочу так делать. При этом я понимаю, что мой муж, он такой же родитель, как и я. И он также будет и должен там проводить время с ребёнком, ну, как и я. Понятно, что я, наверное, больше уж ясен фиг. Но это к тому, что, знаете, я не чувствую того, что я должна прям вообще без отрыва с ребёнком находиться постоянно. Что у меня вообще не должно быть времени там на себя, на ещё что-то. Нет, есть ещё папа. Вот. И есть какие-то моменты, которые может делать папа, да? Но при этом я считаю, что я должна как можно больше находиться с ребёнком. Ну, то есть вот такое, знаете. Растяжек у меня за второй триместр не появилось, слава богу. Но впереди у меня ещё два с половиной месяца. Всё вполне возможно ещё будет. А может, даже после родов у некоторых появляются. Поэтому, ну, я бы не хотела, если вы меня спросите. Но как будет, так будет. Я уже не один раз говорила. Я рассказывала в своём телеграмме, что у меня буквально пару дней назад появились вены на груди. Под грудью прям такая сеточка. Вот буквально, не знаю, три маленькие полосочки, но такие прям выраженные. Прям выраженные. И, ну, насколько я поняла, это вены. Не похоже на растяжки, но можно перепутать с растяжками. Но мне кажется, что это вены. У меня, в принципе, кожа довольно-таки такая, типа, белая, прозрачная. И у меня и так, в принципе, по всему телу хорошо можно разглядеть вены. Ну, сейчас уже не так хорошо, когда я набрала. Но когда я была прям совсем худощавой, можно было классно всё разглядеть. Вот. Ну, понятно, на теле, на животе, там, на груди, везде хорошенько видно вены. Но вот появились прям такие маленькие, тоненькие, чёмненькие прям вены. Я думаю, что это вены, но узнаем на 100% позже. Ну, по-моему, вены. Но это появилось у меня, получается, в третьем триместре. Да. Что во втором ещё было? Да ничего сольного. Витамины, как обычно, я пила. Я всё, что пила, так и пью. Йодомарин с фолиевой кислотой утром, ну, типа, на завтрак. Этот, витамин D. У меня Детриманс 2000 в обед после еды. И этот, омегу 950, что ли. Рыбий жир, короче, на ужин. Всё. Я ничего не меняла, так же и пью. Мои врачи в курсе о том, что я пью. И судя по тому, какие анализы мне приходят периодически, которые я сдаю сегодня, кстати, тоже отвозила, сдавала. Судя по анализам, всё хорошо, слава богу. Кстати, у меня пришёл анализ. Вива, иди, иди, тихо, тихо, креветочка. Короче, из-за того, что сегодня 1 мая, но я, конечно же, об этом не в курсе была, нигде об этом, конечно же, ни слова было не написано, не было написано. Приезжаю, значит, женскую консультацию. Сегодня я встала в 6 утра, потому что я просыпаюсь, понятное дело, утром для того, чтобы и пойти в туалет, и потому что ребёнок у меня там в животе огромный. Не огромный, конечно, но у меня уже, знаете, не так, что вот типа из животика такие пик-пик, типа, мама, я тут, вот мои там какие-то пиночки, нифига. Как мне мама тоже сказала, что скоро у тебя уже не пинки будут, это ещё сколько-то недель назад она мне говорила, а будет такое, что живот просто будет ходу ногу так ходить. Вот у меня это начинается, потому что особенно наш пупсик любит в бочину мне прострелить вообще с вертухана. Видите, ещё полоска появилась, не знаю, видно вам хорошо её или нет. Она не сильно прям яркая, ну, пока я думаю, но, конечно, ну, видно, мне видно. Я всё думала, что же это за хрень такая, что же это за полоска такая оказывается. Это гормональная какая-то штучка. В беременность начинают темнеть ореолы, вот, за счёт вот этого пигмента, за счёт какого-то там гормона. И вот эта полоска, которая у беременных идёт от пупка до лобка, получается так, она тоже темнеет за счёт этого гормона. И она всегда у нас там типа есть и была. Просто она всегда светлая, ну, как, просто не виднеется и всё. А в беременности из-за этого гормона она становится темнее. В общем, этот мир интересен, прекрасен и очень любопытен. Столько всего нового можно узнать. Как вы видите, за моей спиной нет рейлов с одеждой. Всё потому что, да, как я вам уже пять тысяч раз сказал, нам привезли шкаф, его собрали. Мы его проветривали несколько дней, помыли его изнутри, понятнее дело, от всяких опилок, неопилок. И он нам обошёлся в сто тридцать, что ли, с чем-то тысяч. С поднятием, сборкой, доставкой. Ну, такие дела. Так что пошли смотреть шкаф. Ура! Вива, пила водичку. Здесь у нас стоит вот такой вот шкаф. Мне очень нравится то, что получилось. И почему мы сделали антресоль? Потому что был риск того, что не откроется из-за вот этого самого дела. Но в итоге всё супер открывается. И, конечно, скорее всего... Хотя нет, всё равно бы открывалось. Даже если бы мы не сделали антресоль. Какая-то фигня. Это акриловый шкаф. И на нём видно всё, блин. Ну, просто надо протереть нормально и вонючими руками не трогать. Вот такой вот классный шкаф. Здесь он не до конца закрывается иногда, потому что у меня здесь куча вещей. Все вещи приехали сюда. И да, надо их, наверное, немножко распределить. Может быть, я здесь много напихала. Но выглядит так, что ещё есть место. Внизу точно есть место. Посмотрите, сколько ещё места. Видали? Ну, блин, у некоторых вещей есть всякие там объёмные кофты, понятное дело. Вот это всё тоже объёмненькое. Оно где-то да выпирает. И это такой вот единственный, можно сказать, минус, что что-то может торчать. Но в целом все вещи, которые у меня висели на двух рейлах, они здесь. И есть ещё место, представляете? Конечно, здесь намного больше места, чем было на рейлах. Так что вот такая вот красота, на самом деле, очень классное решение. Было мной принято заказать такой шкаф именно с двумя рейлами. Ой, господи, с двумя вот этими перекладинами. И так часто делают. Это действительно очень классно. Это намного, как по мне, удобнее, чем сделать одну перекладину и, например, ящики. Это, конечно, тоже полезно и важно, чтобы в доме был такой шкаф. Потому что, вот, например, здесь у нас вот как. Видите? Вот здесь у нас как раз-таки хранятся всякие длинные такие штучки. Например, пальто. Некрасиво повешенное. И нам вполне хватает того, что здесь есть место для длинных вещей. Вот. И отсюда, если ещё уберу вот эти коробки, то можно будет спокойно здесь тоже длинные вешать. Но у нас не так много длинных вещей, типа пальто. Вот у нас тут все длинные помещаются. У нас тут куча пальто, тренч и так далее. Конечно, у нас, как и у большинства, я думаю, хотя хрен за вас знает, что вы там носите, ну, больше вещей коротких, которые вот так вот помещаются. И куртки, и кофты, и что хочешь. То есть платье, вот это всё, оно как бы... Да, вот есть платье вот это, например, но я его сейчас повешу. Вот, которым я снимала. Слава мне фоткал. Вначале я с вами поздоровалась. Я его повешу и ещё, может, закину, либо даже не закину. Оно тут спокойно будет висеть. Я туда просто хоп. Короче, это очень классная тема, очень удобно, очень удобно и кайфово. То есть вот здесь у нас вот что. Он закроется легко, но для этого мне нужно будет всё аккуратно растопырить. Вот так вот подвинуть, чтобы было ему куда закрываться. И он спокойно закроется. Вот, видите? Сейчас всё идеально закрыто, нету никаких вот этих приколов. Ну, понятное дело, когда-то в торопях, что-то такое, ну, как бы пофиг. Вот, на эту красоту. Здесь просто полки. То есть один у нас с висячей одеждой, другой с полками. Надеюсь, что я не ошиблась. Вот, потому что, конечно, мне больше всего нравится, когда одежда висит. Но думаю, что нам хватит в доме места именно для висячей одежды. Ну, надеюсь. В общем, здесь у меня сейчас, ну, по сути, всё для ребёнка, что у нас есть. Там ещё у нас бортики кое-какие от бренда. Но потом покажу. Здесь, получается, антресоль у нас соединена. Вот это. Хоп. И там точно такая же, полностью там пустая. По цвету шкафа вот такой вот подбирали. Ну, как бы сюда, под обойки, чтобы не белый, а такой молочный. Ну, не знаю, как этот оттенок называется. Ну, короче, очень хорошо, мне кажется, встал. Здесь вещи, которые вот сейчас я вам показывала, сложила. Это вы уже знаете, барашков этих милых. Здесь натурапура. Всё вот так вот сюда сложила. То, что вы тоже уже видели в предыдущем влоге. Здесь то, что я ещё не смотрела, вам не показывала. Здесь то, что я вам тоже уже показывала. Подарки на гендер-пати. Ещё у меня куча всего от бренда Happy Baby. То, что тоже нужно разобрать. Я думаю, давайте-ка сделаем это сегодня. Здесь у меня сейчас такой небольшой бардак творческий, беспорядок. На балконе у нас тоже куча всего того, что я хочу разобрать. Не знаю, в этом влоге нет. Всё, надеюсь, постоянно. Тут стульчик, там кроватка. Здесь всякие классные прибамбасы. Вот, которые тоже хочется скорее уже вам показать, рассказать. И самой тоже их отведать и убрать с балкона. Мы со Славой скрутили вот эти рейлы. Это то, что вот как раз у нас стояло, где одежда висела. Конечно, мне тут очень нравится без этих рейлов с одеждой. Всё равно, хоть мне не нравилось, что вещи всегда висят у меня перед глазами. Но всё-таки подойти, открыть шкаф тоже не проблема. И зато всё это спрятано. Ещё очень хочу разобрать вот эту посылочку. Сейчас я этот мусор, так сказать, уберу. И мы с вами продолжим. Шкаф я вам показала. Слава богу, наконец-то не я была. Халат отсюда нафиг. Мирочка. Мирочка. Так. 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 Ох. такую хрень нашла за диваном ну не на полу где-то за тем черным диваном который в большой комнате у нас там у нас лежал длинный фон ну вы видели во влоге сдачи я показывала то что мы его туда убрали и вот это вот штука кстати из икеи сто лет назад куплено она как бы лежала и закрывала такая типа тянется ну короче такая штучка она лежала и закрывала собственно говоря прикрывала скажем так в видок вот этот страшный я его просто оттуда достала постирала теперь у меня здесь стоит как если что при желании можно укутаться а еще со всеми этими суматохами и желанием хоть на что-то приятное найти время ну типа знаете разобраться в детских вещичках я так и не сходил на массаж я была записана массаж но потом значит была такая ситуация что либо ехать в субботу в москву сдачи чтобы воскресенье попасть на массаж либо остаться на даче кайфовать до понедельника без пробок поехать в москву в понедельник не утром ну короче я выбрала не массаж но это уже я сама тоже приняла такое решение в общем выбрала не массаж а на даче по кайфовать и как бы не жалею но с другой стороны о массаже мечтаю просто все разложил на места чтоб коробки всякие не валялись и осталось у меня только вот то что я хочу вам показать ну там не сушки такой перекус тоже то что хочу показать такие странные чувства когда малыш шикает видали чуть-чуть показала такая мелочь посреди тем какие финты она вытворяет в норме малыш в утробе может икать от пятна от пяти до двадцати минут даже представляете но у нас никогда так долго конечно не было но просто несколько раз в день точно и кает вот и написано вот что причина почему малыш может икать первое то что очень много жидкости внутри заглатывает а вторая причина это если не хватает кислорода но это типа знаете я бы поняла если вот так малышка начала например икать а я лежу такая на спине и до этого малышка там брыкалась как-то ну знаете чтоб подумать что что-то пережимается ребенку не поступает кислород а так нет сейчас точно все поступает кстати мы как с дачи уехали у меня аллергию как рукой сняло но особо ее не было я думаю что все-таки мне принесло если глобально часы кайт вот здесь вот сирует на меня он такой нет применим мне просто хочется записать супер классные шевеления потому что я уже заколебалась засирать себе память на телефоне снимать свой живот когда тебе должны приходить супер шевеление а малышка берет такая как в этом приколе с енотом и ничего не делает покажи как ты умеешь пусть покажут нет вот давай давай волна пошла так ребят сейчас вам сделаю одну из самых больших распаковок по моему ощущению от бренда happy baby вы знаете у нас от них две кроватки к ним два матраса офигенные милые бортики облачки в кроватку которые у нас будут на даче хотя они такие милые я бы их в москву хотела но в общем не буду затягивать начну потому что здесь очень много всего есть значит вот такая подушка детская я знаю что маленьким деткам эти подушки не нужны но в любом случае с возрастом то пригодится а головки то у них маленькие вот такая она прям ортопедическая тоненькая тоненькая можно сказать что даже как будто бы не подушка но все равно мне кажется прикольно способствует развитию правильной формы головы такая вот миленькая подушечка у нас таких тоже две одна на даче кстати одна останется москве я распределила контейнеры в одном у меня будут всякие ништячки какие-то приспособления в другом одежда следующее что вам покажу вот такая вот классная бутылочка короче понятное дело что я планирую кормить грудью но все равно уж я думаю в какой-то момент бутылочки это тоже понадобится просто пока не разбираюсь том какие но разберемся также у них есть вот такая классная штучка дозатор с мерным стаканчиком колбачком для введения жидкости у меня для вивы есть что-то такое ну короче для вивочки у меня есть шприц прям маленький шприц только не с иголкой понятное дело а просто типа не короче не с иголкой и когда у вивочки болит животик еще что-то собачки я могу и таким образом ввести какое-то лекарство вот это примерно такая же штука как я понимаю чтобы ребенку что-то в нужной дозе можно было ввести довольно таки полезная штукенция я думаю следующее это вот такая вот подставка для того чтобы сушить бутылочки понимаете как она все раскладывается вот так на рисунке и получается очень удобно меня тоже удобное мне кажется когда ну понятно бутылочками пользуетесь вот такие ножнички но я знаю что есть какие-то наборчики я не знаю насколько вот эти ножнички удобно и напишите в комментариях может быть кто пробовал у кого есть но я знаю что есть прям целые такие большие наборы для вот этих всех уходиков за малышом там расчесочки какие-то вот я бы хотела найти такой наборчик но пока не ну видела где-то просто не заказываю еще пустышка вот таким солнышком набор ёршиков для бутылочек и сосок вот вот такой вот короче тут просто два ёршика такой вот классный контейнер для пустышек видите так тоже от нуля но понятно что это прям я думаю надо постарше уж малышу держать думаю что когда уже малышка наша подрастет ну понятно постарше будет будет держать водичку там еще что-то думаю что должно быть наверное удобно я не знаю что зайдет нашему ребенку как это обычно бывает кажется любая мама особенно с первым ребенком не знают что ему понравится чем они будут пользуются чем нет вот такая латексная соска пустышка она уже круглая еще я заказала такую муслиновую накидку на коляску и в авто люльку ее можно короче просто накрыть что джары не джары пока сама не разбираюсь но тут видите есть какие-то затяжечки просто наверное накинуть может не знаю чтобы чтобы что-то это уж точно понятно не москитная сетка москитные сетки тоже я знаю нужны мы тоже будем обязательно там коляске все подбирать понятны но это тоже такая прикольная милая штучка может быть чтоб тень какую-то сделать вот такой вот гусь такой вот гусь просто игрушка милый большой классный гусь я очень жду когда здесь будет готова детская я снимала с этим гусем видосик когда здесь еще вообще все было по-другому здесь мы не поменяли обои не вырезы мебель мы со славы не поменялись места ну короче здесь все было по-другому и я снимала видео как будто бы я в эту комнату закидываю вот этого гуся прямо так вот закрываю дверь и следующий кадр я хочу снять как раз уже когда у нас здесь все будет в общем супер детская вот такая вот классная жужа кто это как ее пчелка маринка кстати как забавно это жужа цепляется на ручку трех месяцев видите яркая игрушка у нас не все бежевая яркая видите это все пригодится это все нужно вот так это вообще-то тоже наверное надо в эти полезности а не в этот не в одежду слишком много полезностей вот такой вот держатель для сосочек классная штучка мне кажется это прикольно не знаю напишите девчонки что думаете такая полезность такой вот классненький пледик тоже такой с сеточкой вообще на лето самое то классная такая накидочка и цвет тоже что-то поярче бежевого вот такие милые носочки тринадцатый размер я думаю что нам до них далеко хотя не знаю вот такой тоже носочек и вот такой все тринадцатого размера такие вот миленькие просто носочки вот такие классные пинеточки одиннадцать двенадцать хотя может недалеко нам до тринадцатого это какой возраст тринадцатый размер я не разбираюсь вот такие милые пинеточки так сейчас начнется мое любимое опять пойдут бежевые вещички размер 80-86 рост ну то есть это прям такой взрослый пупсик вот такая вот кофточка кардиган такой немаленький уже даже не знаю 9 наверное месяцев вот такой вот гляньте какой тоже немаленький размерчик 80-86 рост ну да мне кажется это прям 9 месяцев ну то есть от 9 до там 12 не знаю по размеру большой прям вот выглядит очень классно миленько такого большого кстати у нас еще нет ничего я даже может даже это старше слушайте мне кажется даже может на год блин вообще большая штучка вот такие штанцы 92-98 я думаю что это еще старше что-то я видимо поназаказывала вообще больших размеров это можно прям в такой ну не сильно долгий ящик дети все-таки быстро растут но да далеко можно убрать вот это вообще тоже чудо 68-74 но это уже не такой большой размер должен быть но все-таки не маленький такой вот плюшевый комбинезончик на молнии что такое вот пирожунька миленький какое все чудненькое но это мы не скоро наденем конечно но выглядит мимимично у нас пледиков так много что нужно прям вообще чтобы больше пледиков у нас не было ну нет конечно можно все равно понятно половину можно на дачу отвезти для ребенка пледики всегда пригодятся мне так кажется но все равно это перебор кажется это еще один пледик такой вот просто беленький приятненький такой не сильно плотный комфортный такой чтобы и не жарко и не холодно нет пледики конечно классные ничего не скажешь но как будто бы их немножко много два комбинезона слипа два чепчика на завязках боди с боковой застежкой полунки и пинетки две пары рукавчиков антицарапок цвета хорошо подходят и мальчикам и девочкам удобная застежка для быстрого одевания и смены подгузника мне конечно кажется что это больше подходит для девочки вот но нам это как раз и надо вот такой комбинезончик пятьдесят шестого размера пусть наизнанку вывернутый как интересно сделать ну можно конечно и на мальчика нацепить но мне кажется однозначно девочки я конечно возможно я зря это все достаю из этой коробки но почему бы и нет вот такая вот такая вот милая шапочка с ушками смотрите какое чудо только я не пойму что за странность почему она наизнанку все надо будет разузнать как-то эту информацию может так надо может такой крой короче не знаю почему но все выглядит как наизнанку а с другой стороны нет ушек поэтому я делаю выводы что но задумка интересная две вот такие вот шапочки в любом случае будем носить пятьдесят шестой размер кстати не такой уж и большой такой вот бодик тоже наизнанку вот такие вот штанцы мне все хочется вывернуть наизнанку я ничего не понимаю может оно реально наизнанку все такого не может быть наверное это просто снимается что-то у меня вообще такое впервые ребят я в таком ступоре еще не была нет ну может это специально так сделано для того чтобы внутри малышу было хорошо и не было вот этих обалденские тапульки глянь какие милые ммм просто чудо под крадули вот такие вот анти царапочки я начала смотреть курс я вам сказала и там короче говорят что ну вроде как царапки эти и не очень-то классная тема потому что если малыш случайно себя не заденет не поцарапает еще что-то он типа не узнает этот мир он не узнает что его руки оказывается вот эти штуки могут оцарапать не знаю я думаю что в любом случае надевать надо стричь ногти надо но может без фанатизма может быть не так что постоянно ребенок знаете как с завязанными руками ну короче вот оно вроде не розовое но цветочки розовые у этого комплекта короче тут две шапочки один бежевый один вот такой большой и это 6-9 месяцев выглядит все очень красиво так мы избавились какого-то количества коробок единственное что у нас как было две два контейнера заполнены так и осталось таки хорошо следующий бренд который вам покажу муссли лэнд здесь тоже очень много всякой милоты и я спешу ее скорее уже раскрыть потому что я сама ее толком не смотрела в общем здесь как раз таки всякие классные должны быть пеленочки полотенчики простыночки так что сейчас будем смотреть есть еще такой у них классный мешочек для всего этого дела такой вот милый слюнявчик милейшие игрушечки ну ладно сейчас все это вам покажу но сначала хочу показать вот такой вот кокон наверное не знаю кокон это называется короче классная штукенция которую можно будет и в кроватку и в коляску и на кровать просто положить туда пупсика я думаю что прикольная штука но мы также будем приобретать коконы вот эти вот специальные с застежкой пупсика которые мне кажется есть у всех но я думаю они очень такие универсальные хорошее и точно нужны вот этот кокон матрасик не знаю кокон наверное тоже мне нравится но я думаю что все таки для более маленького пупсика на первое время будет получше именно вот этот вот зевушка или как его который мне кажется лучше всех вообще ну в общем пока не знаю напишите в комментариях тоже у этого бренда очень много разных классных прикольных тканей с принтами то есть тут вы мне уже не должны сказать что все такое скучное однотонное тут уже посмотрите какой у нас у меня это разве однотонное скучно нет такой вот классный такая вот пеленка мне кажется вообще прям непромокаемая здесь она такая мягкая а здесь она такая как-то непромокаемая реально вот с таким принтом видите вот такая штучка я думаю что это именно такая специальная пеленочка простыночка непромокаемая если можно ее так назвать потому что здесь такое качество которое должно ну не впитывать короче классная штука что рассказывать классная штука так смотрим дальше это по-моему как раз таки на кокон офигенная простынка но вот этот кокон который я вам сейчас показала видите какой прикольный прям обалденный причем у них куча разных принтов можно повыбирать всякие разные я вот выбрала вот такой вот мне показалось что это прям вообще улет такая вот однотонная простынка они кстати отличаются по моему по качеству хотя может и нет ну короче вот такая однотонная простыночка тоже на кокон сейчас мне еще это как-то в сторис показать бы вот такая вот пеленочка простынка не знаю как это правильно называется ну наверное уж пеленка потому что она такая большая классная бежевенькие с такими динозавриками мне очень нравится вообще мне безумно понравилось то что все вот именно с такими принтами такая же сильно до конца раскладывать не буду только вот с такими мишками видите какая прикольная штучка так дальше у нас идет вот такое вот полотенчиком просто хорошенькое беленькое полотенчика для пупсика я думаю что может быть даже это не знаю не то что прям для пупсика может даже для меня как то вот так вот постелить как делают сюда пупсика не знаю может во время кормления вот такое вот чудесное классное довольно таки большое полотенце посмотрите какое чудное вот с таким принтом тоже видите какой зверинец а вы говорите мне совсем ничего яркого не нравится нравится вот такой вот зайка что-то там у него есть какое-то приспособление прикольное пока не знаю какое но для чего то он куда-то его одеваешь и что-то пупсик там с ним делает не знаю просто вот такая вот штучка прикольная такая классная погремушка вот такая вот классная погремушечка олень что есть и получается все вот эту милоту маленькую мы засунем обратно короче всю одежду показала все что у нас есть от брендов подарки и так далее и так далее но не показала только то что у нас на балконе но я хочу эту посылку от бренда показывать вам тогда когда слава будет собирать кроватку ну то есть в один влог а сейчас уже 2 часа ночи и он точно не будет собирать кроватку поэтому значит мы немножко это перенесем но я вам уже неоднократно показывала это место так что он пусть он вас дальше интригует вот что творится в шкафу я все разложила по контейнерам какие-то лишние коробки грубо говоря выкинула но понятное дело что все это так хранится только потому что я не могу это нормально все перестирать и разложить уже в детский какой-то гардероб поэтому это пока будет стоять здесь что поделать я хотела поведать вам историю о том как я сегодня приняла решение что больше я не пойду сдавать анализы в женскую консультацию потому что я психанула я не на самом деле не психанула абсолютно просто я такая все хватит вот такой был момент в моей жизни сегодня мне нужно было сдать анализ мочи завтра вообще я могу еще его сдать в последний день но проснулась я сегодня в 6 утра сделала дело потом дальше легла спать до 9 где-то ну там 10 не знаю потому что анализ нужно до 11 сдать я думаю ну все класс как обычно в 10 что-то проснулась даже в 9.50 говорю славя давай повезешь меня повезем бачу вот он такой ура как обычно короче мы встали все ну класс ну погнали мы приезжаем уже протоптанной тропинкой в женскую консультацию которая вообще была раньше я уже не один раз рассказала была рядом с моим домом но у них там ремонт идет уже блин больше года и поэтому нам приходится ездить дальше ну вообще можно сказать на другой район в женскую консультацию да и мы туда приехали до 11 там в 10 типа 50 в духе пока собрались пока туда-сюда бутербродики а что мы кушали кстати на завтрак и я пошла с этой мочой в бодром настроении думаю сейчас как отнесу свои анализы подхожу к двери а там написано что 1 числа они собственно говоря по другому адресу находятся ну типа да сегодня ну уже сегодня второе ну получается что 1 числа мая праздник весны и труда это конечно замечательно но и что теперь в каждый праздник они будут уезжать к черту на рога короче я посмотрела новый адрес где они находятся знаете 20 минут от того места куда мы и так ехали то есть от нашего дома это наверное еще больше я просто охренела и закачалась я думаю ты гонишь и это с учетом того что до 11 нужно мне сдать анализ даже при всем желании если поехать туда все таки везти эту мочуни сейчас все равно не успеется к 11 ну типа что за хрень еще туда приехать прикиньте опоздать там на 5-10 ну на 10 минут точно бы опоздали может на 15 и еще скажут все не принимаем и обратно ехать с этой мочой просто покатать по городу анализ ну короче я психанула сажусь в машину ну не то что злая как обычно короче вы знаете меня все уже заколебали так что просто заложусь с полу можно сказать да нет на самом деле я просто сказала все я туда больше не поеду я позвонила в платную больницу говорю здравствуйте вот такие то дела нажаловалась на женскую консультацию всем нажался врачу своему в платную больницу написала здравствуйте что мне сдавать надо я больше короче не буду ходить женскую консультацию что мне надо сдавать говорите вот так вот позвонила тоже в платную больницу в ту же куда я написала врачу уточнить по поводу всех вот этих моментов сказала что вот хотела бы сдавать я ходила в женскую ну я короче как всегда слава вообще надо мной ржет что я постоянно всем должна объяснять какие-то факты подробности интересности которые конечно же знать не надо ну вот например даже я звонила когда говорила по поводу того как надо подстричь вену а я девушка вот которая держит этот грумерский салон ну уже знаю мы уже не первый год ходим с вилочкой вот иногда стоим болтая все такое но я ей давай рассказывать что вот я в положении мне мыть ее неудобно пусть покороче будет еще на дачу мы поедем там клещи ну короче и слава с меня ржет потому что я постоянно ну типа я же могла сказать просто подстригите коротко собаку ноги прям под машинку мордочку тоненькие ну вот зачем ты в саге своей наступила ты меня не любишь уйди зачем надо ссать куда пошла на лужу своей ногой наступать потом идти это по всей хате разносить ой да давай по лицу еще почеши отлично ты придумала ну капец ну капец все все грязный ты теперь собачка так что ребят жизнь моя она не то что вот сидишь там в носу ковыряешь ни хера подобного если не один то собака с саными лапами пройдется понимаешь если не саны лапы то блевануть на кровать ну что нибудь такого так что помимо ребенка и всяких обычных дел работы бытовухи дачи еще чего нибудь своих каких то хотелок есть еще собака а это между прочим ни хрена себе ответственность тоже и буду теперь ходить в платную больницу я уже сегодня туда отвезла свой анализ мы со славой поехали получила колоссальное удовольствие заплатила 800 рублей но зато мне уже пришел анализ с ним все в порядке я могу приносить эти анализы до двух часов дня а не до одиннадцати ехать намного ближе я думаю не знаю но думаю что может и на ктг буду туда ходить мне прописали что надо делать что когда сдавать анализ крови который мне надо будет сейчас сдать кстати надо сходить натощак просто прийти и сдать там уже прописано назначение от моего врача что мне надо ну да просто деньги заплачу но ничего страшного во первых ходить осталось недолго а во вторых за свой комфорт и кайф нужно платить такова мораль на этом я прощаюсь с вами надеюсь что все рассказала что хотела в этом видео конечно же не все что хотела но я думаю что видео наверное получилось довольно таки не коротким учитывая сколько распаковок у нас было в этом ролике и сколько всего я вам показала надеюсь что вам понравилось это видео если так то ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал и буду с вами дальше тоже чем-то интересненьким делиться сегодня провела день дома вот ну такой день вот там типа разобраться с какими-то вещичками хотя скажу честно последнее время я чаще стараюсь отдыхать побольше вот ну и у меня не было каких-то суматошных особо дел кроме вот этого утреннего поездки женскую консультацию а так в целом последние пару дней можно сказать на релаксе вот так что сейчас задохнусь от запаха мочи пойду я это с этим убирать а вам всем пока утрен 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 утрен